Продолжение следует... И дафт, и дафт, хуй с ним как бы, все видели, все знают, да? И, конечно же, неолюкшиша, это та самая мини-вука, только уже в исполнении металла. То есть она металлическая, то есть из нержи, ой, ха-ха, из нержи, блядь, загнал тоже, из алюминия. И давайте, собственно, о ней сейчас расскажем, а потом потихонечку перейдем к дафту. Так вот, идет он вот в такой вот большой коробке, а неолюк сделали нормальные коробки. Если вы помните первый обзор про деревянную, то там коробка была просто бомжатская максимально, что даже я ее не снимал. Так вот, вот такая вот черная коробочка, и внутри у нее лежит, собственно, вот так вот аккуратненько весь этот кальян на белоснежном... Блядь, как эта хуйня? Поролон? Нет. Пенопласти, на белом пенопласти, да? То есть красиво так, стройненько, аккуратненько все лежит. Давайте говорить про этот кальян. В первую очередь поговорим о колбе. Колба – копия Вука. Да и сам кальян, в принципе, похож на Вуку, да? Но стоит почти, блядь, в 400 раз дешевле, блядь, Вуки. Также резьбовая колба, такая нарезная. Все это сидит на клик-системе, клик-система на полоборота максимально. Но есть косячок, это, конечно же, его внутренности. Вы сейчас вот видели, да? То есть там все как у Эми. Вот эта непонятная система продувки, когда она полностью сохраняется в этом куполе. И самое хуёвое то, что угол-то вот такой, и там вот все и продувается само по себе. Колба это нихуя не трогает, да? То есть про продув колбы в данной модели можно забыть. Нужно прям реально постараться. Ах, хорошенький дафтик. То есть вообще никак. Вообще просто никак. То есть воздух вот здесь вот и циркулирует между собой. И эту хуйню надо исправлять. Надо делать так же, как и на той модели Мини Вуки. Идем дальше. Что касается самой шахты, она покрашена в черный цвет. И цвет может быть абсолютно любым, какой вы захотите, да? Коннектор обычный на резинке, не на притирках. Клапан на резьбе. Блюдечко такое аккуратненькое, похожее на вуковское. Тоже в смеси с этим. С такой ступенькой. И все это, собственно, можно поднять за блюдце. Далее. Нарезные полосы на коннекторе, чтобы типа а-ля лучше сидело, а-ля было сцепление резинки, чашки и, собственно, самого кальяна. Диаметр шахты бывшая отдыхает. Реально, диаметр шахты просто бывшая отдыхает. Там вот такая шахта. В общем, для этого тяга здесь абсолютно отличается. И она больше похожа на Эми. В принципе, продажей занимается неолюкс человек, который занимается продажей Эми. Это Мэг Холдинг. Отсюда, соответственно, конечно же, и вся технология Эми. По курению, ну, отлично. Ничем не отличается от того же Эми СС 6, да, там, 7, 3, СС 63, СС 98, СС 335, СС миллион 2038, как бы, да. А вот это, кто занимается неймингом, блядь, в Эми, его можно убить, блядь, за эти ебучие цифры непонятные, да. Также, про эту огромную шахту я сказал, также по блюдцу есть маленький косячок, но, скорее всего, он только у меня и специально мне его отправили. Почему? Потому что, как бы, ну, все равно это обзор, и кальян не пойдет на продажу, и это даже к лучшему, что такое блюдце, где есть такой жесткий прям косяк на центральном отверстии, не попадет покупателю. Так. Дымный кальян. Ха-ха, кальян, а можно мне дымный кальян? Так вот, что касается курения, то все замечательно. Что касается цены, тут все охуительно. Дешевле, в принципе, не найдете хороших кальян, я скажу так. Цена его там в районе 4-х, либо 3-х тысяч рублей за вот эту вот красивую колбу. Мне кажется, из колбы дороже, на самом деле. Так вот, курим мы сейчас вкус кренбери от Дафта. Это 4 новых вкуса от Дафта. И самое главное, Дафт получил акцизную марочку. Да, теперь все баночки с красивеньким акцизом, который прикольно щелкает, когда ты открываешь эту баночку. Так, что у нас по вкусам? Это грейпфис, это виноградик. Это кренбери, который я сейчас курю. Это помыгранат, то есть это, ну, гранат, короче, так проще. И фисташковое мороженое, и фисташковое, как будто тренд данного времени, данного промежутка времени. Сейчас все делают фисташковое мороженое. Теперь поговорим о Дафте, о коляне, ну и о люкс. Мы так чисто вкратце рассказали, колян как бы своих денег по-любому стоит, потому что дешевле как бы некуда. Теперь про Дафт. Рома, все мы знаем Рому, кто занимается Дафтом, кто его делает и все остальное. Дафт меня не прикалывал до какого-то промежутка времени, пока не вышла вот эта новая партия. И Рома мне загрел много-много баночек Дафта и сказал прокурить, дай фидбэк. Я прокурил, дал фидбэк, и мне реально закатила новая партия. Почему? Потому что здесь все переработано. Абсолютно другой табак, абсолютно другая дымность. И он стал прям реально дымный. На двух больших киоко-турбо углях 25-х и кусочком со старого кальяна. Дымять он стал хорошо, приятно. По курению стал гораздо приятнее. Именно тем, что он больше не отдает такой табачиной, как раньше. Ну и конечно же, я думаю, это крепость. Крепость сделали оптимальную, хорошую. Не давит по горлу и не чувствуется вот этот, как там, как там эти хейтеры, хейтеры, хуейтеры говорят. Ну бы, блядь, ты хашит, блядь, ты хашит. Ёб твою мать, куда мы катимся. Ты хашит он, блядь, ты хашит. Нет, ты хашит, блядь, курите смело. Так, давай теперь пойдем по вкусам. Я все это, в принципе, прокурил. И начну, наверное, с фисташкового мороженого. Вот честно скажу вам, я Роме написал в фидбэке, что фисташковое мороженое абсолютно ни о чемное. Реально ни о чем. С баночки пахнет весело, круто, прям фисташками мороженым. А я дикий любитель именно фисташкового мороженого, чтобы его пожрать. Я даже фисташковый сок, блядь, пил. Поэтому вот тут немного не хватает. Рома сказал, что там подкрутит настроечки и выйдет новое фисташковое мороженое рестайлинговое. Гранат. Гранат, мать его, охуенный. Прям реально бомба, прям реально граната. Это такой, знаете, подбродивший, приторный гранат. Вот чего не хватало, вот прям реально вот такого вот яркого граната. Очень похоже, кстати, аромка на альфакер. Кренбирь я ему сейчас курю. Это такая чуть-чуть с кислиночкой, сладенькая, свежая, хорошая клюква. Клюква получилась на удачу. И, конечно же, грейпфист. Тут все максимально просто. Я его прокурил, и я так, знаете, флешбэкнулся. Прям реально флешбэкнулся в Алмату, когда я сидел в кальянной Эфе Лаунж, где я первый раз работал. И как будто я вот так вот, знаете, мял виноград от альфакера. Это прям один в один. Вот любители альфакера гранат, ой, винограда, вот вам этот вкус реально зайдет. Прям вот топом. Прям хороший-хороший виноградик такой. Ну, флешбэк, блядь. Камбэк, нахуй, 2007 год, альфакер, виноград, блядь, с молоком. На молоке. Да, реально стало приятнее курить. Хорошо. Ну, вот то, что колба не продувается. А хоть запускай, сутка, новый челлендж, блядь, продуй на алюк шишу, блядь. Кстати, это не копия мини-вуки, это копия натуральной вуки со всеми параметрами и со всем остальным. Прям вот хорошенечко. Ну, курица нормально, мне понравилось. Ну, тоже флешбэки, блядь, 2013 год, становление бренда Эми и все остальное, да. А по Дафту шикарненько, попробуйте обязательно, мне, в принципе, понравилось. Так, что еще такого сказать? А, в комплекте еще шла чашечка к этому кальяну, ну, не о чемная, да, короче, так. И о чемные, прям вот реально о чемные щипцы. Они жесткие, по камеши, ровные и довольно-таки прикольных расцветок с логотипом неолюк шиша. Брендинг, блядь, можно забрендировать абсолютно все. И думаю, на этом все, что еще сказать. По косякам я сказал, колба не продувается, блюдце косячное. По Дафту сказал, вроде все круто, спокойно, кроме фисташкового мороженого, его нужно как-то поменять. Не знаю, ну, Рома, скорее всего, поменяет. Шланг. А, мундштук, ребят, блядь, забыл про мундштук от Неолюк Шиша. Я, честно, не понял, в чем вот этот прикол. Открутил. Типа-то его можно как бы, ну, вот сюда повешать, наверное, да? И так ко всем, наверное, шиша на морпуч похоже. Сейчас фольгой, бля, обмотаю. Опять флешбеки начинаются. Фух, какая крепость. Да, вот непонятно, для чего это нужно, но это еще цветочки. Есть еще вот это. Это типа для шейхов, да, которые вот так вот, мизинчик. Как бы по-разному курицу хорошо, но для чего это нужно? Ведь я знаю, что за 5-10 покуров на этом кальяне я этот мундштук уже не раскручу. Все мы знаем, да, этот опыт с раскручивающимися мундштуками. Поэтому это дао-дым, это кальяная люкшиша из нержи, бля. Вот так я охота сказать из нержи. Бля, сделайте вуку, сука, из нержи. Вот охуенную вуку из нержи. И, конечно же, табак дафт. Поздравляем Робу с получением акцизы, с легальным ведением бизнеса. И, конечно же, новой технологией, которая, думаю, всем зайдет. Это был Дава Дым и вот такой вот фитовый обзорчик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok